До 1 марта учащиеся 9 классов должны подать заявление по выбору предмета. У нас 9-ти классники сдают два обязательных предмета и два предмета по выбору. Мы хотели бы обратить внимание на то, чтобы выбирая предметы по выбору, обучающиеся и их родители понимали, что таким образом выбирается уже индивидуальная образовательная траектория, то есть дальнейшее направление обучения. И вот я бы обратила внимание всех родителей, обучающихся, что выбирая тот или иной предмет, те, кто сориентированы для поступления в профильные классы или, мы говорим, на третью ступень 10-11 классы, внимательно ознакомились с правилами приема именно в 10-11 класс. Продолжение следует... Она как раз и является возможностью поступления в этот профильный класс и определяет уровень подготовленности обучающегося. Ну и самообучающиеся родители сразу могут понять, позволят ли потом данная отметка по предмету, по выбору, например, обучаться в УЗИ, сдать единый государственный экзамен и так далее. Поэтому вот это очень важный момент. Выбор и направление поступления, выбор направления обучения и специальности, он осуществляется не в 10-11 классе, он должен осуществляться уже при выборе предмета в 9-м классе по выбору. Кто-то выбирает траекторию поступления в среднее профессиональное образование и, наверное, специфика сдачи предмета уже будет определяться, хотя у нас нет приема таких испытаний при приеме в СПО, а кто-то будет определяться в выборе уже профиля. Более 50% школ в области в правилах приема указывают, что у них есть те или иные профили обучения. Если в этой школе, где учится ребенок, нет профиля обучения, он может подать заявление в другую школу, где есть эти профили, которые ему необходимы, и участвовать в этих испытаниях, будем говорить. Школа может предлагать и другие испытания, а не только предметы по выбору, по результатам аттестации 9-х классов. Например, это могут быть тесты, контрольные работы, какие-либо творческие работы, которые необходимы для обучения по данному профилю. Но, опять же, мы должны понимать, что выбирая профиль, обучающийся будет углубленно изучать те предметы, которые в этом профиле предполагаются. И нужно понимать, что сегодня в школах по старым стандартам, пока мы еще обучаемся на третьей ступени, существует 12 профилей. Ну, например, физико-математические, физико-химические. В новых стандартах уже будет 5 профилей. Их будет меньше, это, например, технологический профиль, универсальный, гуманитарный, социально-экономический. Их будет уже меньше. Но в любом случае предметные области, которые определяют этот профиль или направление обучения, они будут изучаться более глубоко, нежели те, которые, например, могут быть в другом профиле. Ну, универсальный профиль предполагает обучение ровное такое, по всем направлениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова